Добрый вечер, Израиль. У нас в Нью-Йорке еще добрый день. И сегодня 27-го Ниссана. В Израиле уже этот день закончился. День, который называют Йом Ашоа, день памяти катастрофы. И так как день еще не закончился у нас здесь, в Нью-Йорке, я подумал, наверное, уместно поговорить о памяти и уроках прошлого. И поделиться с вами тем, что я совершенно внезапно увидел вчера. Так сложилось, что я смотрел вчера израильское телевидение. И на 13-м канале был довольно интересный фильм, который немцы сняли и назвали его Ханна Арнт. Не знаю, кто из вас этот фильм смотрел. Фильм меня этот настолько заинтересовал, признаюсь честно, что я даже... Сори, как он называется? Фильм называется Ханна Арнт. А, окей. Это личное имя. Он был по 13-му каналу. Он был по 13-му каналу. И я включил его, наверное, уже где-то минуты на 20-й. Я не увидел начало фильма, но фильм и история Ханны Арнт и всего, что происходило на процессе Эйхмана, и книги, которые она написала, настолько меня заинтересовал, что я, в общем, провел бессонную ночь и прочитал целиком эту книгу, почти 500 страниц текста. Которая называется в русском издании, называется «Банальный зла». А в оригинале она называлась «Эйхман в Иерусалиме» и «Эйхман в Иерусалиме» и «Эйхман в Иерусалиме». И интересно, что в фильм, кстати, сняли немцы. Интересно также и то, что немцы несколько лет назад даже издали Марку с изображением Ханны Арнт. В глазах немцев этот человек во многом герой. В глазах того поколения евреев, да и многих сегодняшних евреев, его подход очень спорный. И один из ее друзей, многие из ее друзей тогда от нее отвернулись. Мы сегодня попытаемся разобраться во многом через, может быть, призму тех очень важных проблем, которые Ханна Арнт поднимает в своей книге, разобраться с тем, что происходит вообще с нашим сегодняшним отношением к катастрофе. И, наверное, это будет немножко неожиданный подход, немножко неожиданный взгляд через призму того, что я вот увидел буквально вчера. И я попытаюсь, возможно, свои мысли еще не до конца оформленные озвучить, формить такого диалога с вами. Возможно, у нас будет время в конце на вопросы. Что же, собственно, почему ее тезис о банальности и зла вызвал такой колоссальный переполох? И я хочу сказать, что во многом ее тезис о банальности и зла, как мне кажется, поменял очень многое в нашем понимании того вообще вот всей этой проблематики добра и зла в 20 веке. И этого мы сегодня тоже обязательно коснемся. Но начать все-таки мне хотелось не с этого. Мы с вами еще вернемся и к Ханне Арнт, и к ее книге. Я сделал для себя довольно много пометок, и огромное количество тем, моральных, прежде всего, тем, она затрагивает в этой книге. Практически, наверное, нет ни одной острой проблемы, связанной с катастрофой, которую бы она не затрагивала в своей книге. Но начать мне хотелось не с этого. Начать мне все-таки хотелось с того, что мы знаем, что традиционно в день катастрофы звучит сирена, и все останавливается. Это наша память о том, что произошло тогда, 6 миллионов погибших. Вчера, ну сейчас все у нас происходит по зуму. Я смотрел на церемонию из Яд-Вашем, и президент, и премьер-министр Израиля. Не находились, не присутствовали физически в силу тех ограничений, которые у нас с вами есть сегодня. И связали во многом горечь утраты людей тогда, с тем, что происходит сегодня, с тем вызовом, который бросает нам с вами корона сегодня, человечеству уже в 21 веке. И была, для меня эта церемония, она была, сидя здесь в Нью-Йорке и наблюдая за тем, что происходит в мире, была очень осмысленной и глубокой. И вот эти 6 свечей, которые зажгли в память о 6 миллионах погибших. Не хочется говорить банальности, вы знаете, не хочется говорить банальности о том, что never again, это никогда не повторится. Я получаю огромное количество сообщений от разных еврейских организаций с этим лозунгом. И я вам скажу честно, не нравится мне этот лозунг тем, что вот в нем тоже есть какая-то банальность. В нем не хватает глубины, в нем не хватает какого-то желания честно посмотреть на то, где мы с вами во всем происходящее. И начать мне хотелось с очень известного тезиса одного современного еврейского историка, Ярушалми, который написал книгу «Захор». И он говорит в этой книге о том, что, вообще говоря, у нас нет понятия истории. История – это не еврейское слово. История – это слово греческое. Понятия истории у нас не существует, говорит Ярушалми, а что у нас есть? У нас у евреев есть память. Захор – помни. Кто раз много раз говорит нам о необходимости помнить. Вот это то, что у нас есть. И, ну, по-английски это звучит очень красиво. Можно говорить о разнице подхода. Историю придумали греки. История по-английски history – his story. Это не моя история, это его история. Это история кого-то другого. Я могу посмотреть на это абстрактно, отвлеченно. Я могу изучать какие-то даты, события, но… А где я во всем? А я совершенно не должен там присутствовать? Мы знаем, что в еврейском понимании все происходит совсем не так. Вот у нас недавно был праздник Песа. Мы сидя за пасхальным столом, читали пасхальную агоду, где, наверное, самая главная мысль состоит в том, что события происходили не тогда или не только тогда. А память нас связывает с событиями исхода, и память дает нам возможность прочувствовать исход сегодня. Мы с вами сегодня выходим из Египта. Мы с вами сегодня выходим от рабства к свободе. В случае катастрофы, в случае события, которое еще не так далеко от нас в исторической перспективе, это рана, которая еще не зажила. И мы по-настоящему даже не можем оценить смысл того, что произошло. Но что все-таки означает Шоа для евреев, для европейской цивилизации? Потому что то, что произошло, изменило мир, изменило мышление людей, изменило понимание того, как смотреть на мир. События, которые произошли в Европе во время Второй мировой войны, они перевернули мир. И вот эта эпоха модерна со свойственным оптимизмом, она наткнулась на совершенно бездонную дыру вот этого колоссального зла, катастрофы. Кто породил это зло? Христианская цивилизация, которая учит людей добру. Вы понимаете, как, вообще говоря, какой колоссальный вызов катастрофа бросила, в том числе и христианству, европейской цивилизации, европейской мысли и человечеству, конечно, в целом. Теперь мы с вами уже не будем теми же самыми людьми, которые мы были до того, как мы узнали. И как мы увидели эти страшные кадры из лагерей смерти, я видел на израильских новостях по израильскому каналу, рассказывали историю одного человека, который недавно рассказал о том, что он был свидетелем происходившего в Бабе Миру и чудом спасся. Сегодня это пожилой еврей, который привез свою внучку, привез свою внучку в Киев и показал ей, что происходило. И впервые, спустя много лет заговорил о том, что было там. Можно себе представить, как ему это было тяжело. Вы знаете, сегодня мне не хочется говорить банальности, мне не хочется говорить о том, что все сегодня уже знают. О том, насколько страшны были события, которые происходили тогда. Мне не хочется вас пугать, тем более, что сегодня есть много очень хороших фильмов и много книг написано о том, что происходило. Да и что уж греха таить, наверное, нет еврейской семьи. Кого бы ни коснулось это горе практически лично. У каждого из нас в семье кто-то пострадал. Мне хочется сегодня, чтобы вы немножко задумались о смысле того, что же на самом деле произошло. И о смысле того, что происходит с нами сегодня, когда мы вспоминаем. И поэтому моя лекция – это память и уроки прошлого. Это, наверное, некий диалог с вами. Попытки понять, какой смысл катастрофы для нашего с вами поколения, для мира 21 века, для того, чтобы использовать сегодня. Ну и первое, что мне бы хотелось сказать, это, наверное, общий фонд того, что происходило во время Второй мировой войны. Жуткое количество жертв, которые понесли народы. И даже на этом фоне окончательное решение еврейского вопроса, которое поразило мир своей жестокостью, во многом, наверное, привело к тому, что на том самом голосовании в ООН 29 ноября 1947 года, руководимой, наверное, чувством вины абсолютно все европейские страны, ну, за исключением Великобритании, которая держала мандат на Палестину и которая воздержалась, западные страны проголосовали за раздел, то есть, по сути, за создание Израиля. И создание Израиля, наверное, стало во многом, в каком-то смысле, ответом на катастрофу, но мне бы не хотелось примитивизировать здесь вещи, потому что очень часто сегодня это воспринимается как простой ответ, и сегодня у нас есть Израиль, и никогда больше, это никогда уже не повторится. Мне бы не хотелось оставаться в этой точке какого-то такого успокоения, а хотелось бы вместе с книгой, которую я упомянул, с книгой Хан и Арендт, копнуть немного глубже и посмотреть на то, что она назвала банальностью зла. Ведь катастрофа по-настоящему обнажила, конечно же, кризис общества, в котором мы живем, кризис мира, в котором мы живем. И вот этот оптимизм, свойственный науке конца 19 века, или даже первой половине 20 века, вырождены, чтобы сказку сделать былью, он канул в лету. И мы с вами уже не можем видеть мир таким, таким мы видели его до того, как стало известно Баушвицей. Ну и, конечно, катастрофа обнажила бы очень глубокие и существенные вопросы, на которые, наверное, мы бы в нашей повседневной жизни вряд ли бы стали так уж постоянно искать ответы. Люди постоянно задаются вопросом, смотря на страшный опыт катастрофы, где был Бог. И это действительно глубокий вопрос. В иудаизме мы сталкивались с катастрофой не первый раз. Наверное, у нас не было такого мучительного опыта, как в годы войны. Но мы знаем, что в нашей традиции вопрос зла, вопрос о том, как Бог допускает зло в мире, это вопрос, который неоднократно разбирался. Можно даже вернуться к той же книге Йова. Сейчас мне не хотелось бы проводить анализ именно этой темы. Я скажу лишь словами Лезера Берковича, одного из наших самых известных раввинов и философов 20 века, который писал книгу. В русском переводе эта книга так и называется, «Где был Бог во время катастрофы?». И его ответ, если свести его к очень короткому, к одной фразе, его ответ по сути, ну, в еврейских традициях мы отвечаем вопросом на вопрос, а где был человек? Наверное, этот вопрос тоже должен прозвучать. Где был человек? Я видел бывший главный район Британии, Раф Сакс, вышел с лекции, которую так и назвал. Можно ли еще верить в человека после того, что произошло? И, вы знаете, этот вопрос, мне кажется, в каком-то смысле, может быть, даже еще более важным, чем вопрос, где был Бог. Но все-таки сейчас мне хотелось вернуться к тому, с чего я начал, к фильму, который заставил меня очень глубоко задуматься, к немецкому фильму, который называется «Ханна Арн». Фильм этот вышел, как я выяснил, уже в 2012 году, но посмотрел я его только вчера, как обычно бывает в Израиле, в день катастрофы, по телевизионным каналам показывают что-то связанное с шоа, с катастрофой. И так случилось, что на 13-м канале был этот фильм. История Ханна Арн, история того, как она освещала знаменитый процесс Эйхмана, судилище над одним из величайших нацистских преступников, которого назвали архитектором окончательного решения. Это, конечно, очень такая знаковая страница, но скажу вам честно, я очень мало знал о той роли, которая Ханна Арн сыграла в происходившем, и о всей той проблематике, и всех тех вопросах, которые подняла ее книга, и подняла ее освещение этого процесса. Так что, можно сказать, что я действительно открыл для себя очень много нового. Меня это побудило к прочтению ее книги о банальности зла целиком. И вот мне бы хотелось, наверное, подойти к проблематике вопросов, которые она поставила через ее книгу. Прежде чем это сделать, я все-таки дам небольшое предисловие. Ханна Арн, достаточно известный уже на тот момент философ, жила в Нью-Йорке, родом она была сама немецкой еврейкой, и даже участвовала в салийском движении, помогала спасать еврейских детей во время войны, спаслась, была в лагере для интернированных, где познакомилась со своим вторым мужем. Второй ее муж уже был не еврей. Еврейка она была достаточно светская, достаточно далекая, может быть, от еврейских традиций, но, как мы видим, по крайней мере, в молодости убежденная сионистка. И, наверное, поэтому ее освещение трагедии, ее освещение того, что происходило на процессе Эйхмана, сколыхнуло колоссальную волну критики, ведь она подняла в том числе и тему, которая до сегодняшнего дня во многом остается запретной. И хотим мы того или нет, я думаю, мы должны об этом сегодня тоже будем поговорить, тему коллаборационизма, тему о том, как евреи тоже принимали участие в том, что происходило. Мы к этому подойдем чуть позже, но это было именно то, что настроило против нее огромное количество ее друзей и даже знаменитый Гершем Шолом, один из наших самых известных исследователей еврейской мистики, сказал ей, у тебя нет Ават Исраэля, у тебя нет любви к еврейскому народу. Это, кстати, есть в фильме. И Хана Аарон совершенно спокойно ему ответила, холодно, ответила ему, что у меня не может быть любви ни к какому народу. У меня есть любовь к людям. Ну, такой своего рода светский гуманизм, который не признает, наверное, национальных ценностей. Я сейчас не хочу оценивать Хан Аарон как личность, ее подход. Мне кажется, намного более интересна тут проблематика, та проблематика, которая была ей поднята. и возможно, это те вопросы, на которые сегодня у нас еще нет ответа, нам предстоит на многие из этих вопросов ответить. Во всяком случае, я вам скажу честно, что я читал книгу до, наверное, шести утра и до сих пор думаю, конечно, ответов у меня сегодня еще нет, но я хочу просто поделиться с вами теми мыслями, которые вызвало у меня. Сначала вызвал я просмотр фильма, а потом уже, соответственно, книга. Тут я хочу заметить такой момент важный, что Хан Аарон фильм этот снят немцами, и я прочитал одного довольно интересного блогера, который проводит экскурсии на иврите по Берлину. Он из рельтянин, он говорит о том, что вот этот фильм это прекрасная возможность для немцев отгородиться от очень неудобного для них вопроса о том, что на самом деле убивали-то евреев. Убивали евреев за то, что они евреи. Почему-то немцам, несмотря на всю эту программу деницификации, которая происходила, очень важно подчеркнуть гуманистический аспект. Нацизм это враг человечества. А вот национальный аспект, то, что нацизм именно выступил против еврейского народа, вот это им хочется скрыть. И, безусловно, такая фигура, как Аранд, которая выступает с гуманистических позиций, которая говорит о банальности зла, это этим как бы немного играет на руку сентиментом тех же самых немцев. катастрофы. И все это, безусловно, верно. Но надо сказать, что книга, когда я прочитал ее целиком, поднимает очень большое количество вопросов, которые, как мне кажется, могут послужить некой дорожной картой для нашего понимания всей моральной, этической проблематики катастрофы. И тех вопросов, которые катастрофа вызывает у нас с вами сегодня. В контексте того, о чем мы говорили в начале лекции, это не просто история, his story, история кого-то другого, это наша с вами жизнь, где каждый из нас находится во всем этом. Я позволю себе цитаты из ее книги «Банальный зла». Как мы знаем, Эйхмана привезли в Урусалин, нашли его в Аргентине, израильские спецслужбы. Эйхман, как стало известно, даже не отрицал своей причастности, и когда его спросили, кто он такой, уже в Аргентине он сказал агентам Массада свое настоящее имя в Аргентине отжилпад чужим именем, и даже написал записку, в которой сказал, что он готов предстать перед израильским судом, и он делает это без всякого принуждения. Я хочу заранее вас предупредить, что, возможно, сегодня мы коснемся очень болезненных тем, и вряд ли у меня будут ответы на вопросы, по крайней мере, далеко не на все вопросы, которые катастрофа поднимает, но, наверное, в этом и смысл вот этой презентации. в каком-то смысле заставить нас задуматься, может быть, слово заставить неуместно, просто прийти к этому некоторому диалогу, к той точке, в которой каждый из нас соприкасается с захот, с памятью. Итак, первая очень болезненная тема. Я сразу хочу начать с болезненных тем. Арнт пишет в самом начале своей книги, и это вопрос, который задавали многократно обвинители, прокуроры задавали свидетелям, свидетелям евреям, которые приходили, на этот процесс их были сотни и свидетельствовали о зверствах нацистов. Вопросы, которые им задавались прокурорам, а почему вы не протестовали? Почему вы сели в этот поезд? 15 тысяч человек охраняли всего 100 вооруженных охранников. Почему вы не восстали и не попытались на них напасть? Это цитаты. Цитаты из высказываний прокурора. И мы знаем, что этот тезис о том, что евреи должны были восстать, но этого не сделали, был очень важен и очень популярен в Израиле. И на самом-то деле, если мы задумываемся на секунду, полное название этого дня «День катастрофы и героизма» и почему именно 27-ое Ниссана восстание в аршавском гетто. здесь существует некий нарратив, некая идея, которая существовала по крайней мере первые десятилетия существования Израиля. Эта идея была центральной в понимании катастрофы, что были герои, это те, кто с оружием в руках сражался с нацистами. А что остальные? А остальные они пошли как овцы на убой. Остальные они просто позволили себе быть уничтоженными. И вот этот контраст героизм израильтян и покорность, рабская покорность голубных евреев Европы. Я вам хочу сказать, что многие, наверное, это сегодня уже знают, об этом сегодня уже открыто пишут израильские историки. Евреев, приехавших из Европы и взявших в руки оружие, сражавшихся за независимость Израиля, но приехавших из этой катастрофы, их на самом-то деле очень многих из них в Израиле не очень-то и полюбили. Мы знаем, что было такое обидное прозвище Сабон, мыло. Израильтяне называли этих людей мыло. Они были лишь жертвами. Они были как овцы на убой. Так вот, что Арн пишет здесь. Печальная правда, говорит она, заключается в том, что таким вопросом задаваться вообще не стоило. поскольку и другие люди вовсе не евреи вели себя так же. 16 лет назад, но это пишет Арн на тот момент, 16 лет назад, книга была написана, книга, которая на нас отсылает, была написана в 47-м году, когда впечатления были еще свежи. Бывший узник Бухенбарда Давид Руссер описал то, что, как мы теперь знаем, происходило во всех концлагерях. Триумф СС требовал, чтобы стерзанная жертва дозволяла отвести себя к миселице, не выказывая никакого протеста, чтобы жертва отреклась от себя, забыла о себе, чтобы она утратила свою личность. И делалось это не просто так, не из чистого садизма. ССовцам было нужно, чтобы жертва признала свое поражение. ССовцы понимали, что система, которая способна уничтожить жертву еще до того, как она взойдет на Ишафор, является лучшей из всех возможных систем, призвана держать в рабстве целый народ. И нет страшнее зрелища, чем эта процессия человеческих существ, покорно, словно марионетки предыдущих смерть. Здесь речь идет не обязательно даже о еврейских жертвах. Здесь речь идет о бузниках немецких концлагерей. Это могли быть коммунисты, это могли быть цыгане, это могли быть люди, которых немцы осудили на смерть. И мы видим, что сопротивления там практически не было. Миф о том, что евреи Галута были слабые, беззащитные, во многом был развенчан. Не только героизмом тех немногих, кто действительно восстал с оружием в руках, и не только духовным героизмом тех, кто шел с Шма Исраэль или с песнями, как некоторые хасиды в газовой камере, демонстрируя презрение немецким вот этим ценностям и представлениям, показывая, что мы остаемся свободными людьми, мы остаемся евреями. Но был развенчан прежде всего пониманием того, что система, которую создали нацисты, совершенно бесчеловечная система уничтожения, подавления всего человеческого в людях, она делала сопротивление очень многих просто невозможно. Еще один очень важный вопрос, который затрагивает книга Арендт, как дело Эхмана повлияло на Германию. И вот вот что она здесь пишет. Германия 60-х годов, напомню вам, это Германия демократическая, Германия аденаура, которая выплачивает довольно большие компенсации Израилю, которая еще с Израилем, правда, не имеет дипломатических отношений, но которая скоро их будет иметь. И вот что пишет об этой вполне благополучной Германии, открестившейся от своего нацистского прошлого, вот что пишет Арендт. Одно дело выкуривать преступников и убийц из их ног, совсем другое видеть, что они отнюдь не собираются прятаться, видеть, что те, кто процветал при гитлеровском режиме, занимают важные государственные общественные посты. Выясняется, что Аденауэр и его окружение скрывали нацистское прошлое очень большого количества людей, которые находились на государственной службе и занимали важные дожистики. И вот этот процесс Эйхмана оказался во многом поворотным пунктом. В Германии начались процессы против нацистов, до этого они не происходили. По правде говоря, если бы администрация Аденаура была слишком чувствительной к тем, что прошлое запятано сотрудничеством с нацистами, пишет Арендт в своей книге, этой администрации попросту бы не существовало, ибо действительность прямо противоречит заверениям доктора Аденаура о том, что лишь относительно малый процент немцев числится среди членов нацистской партии, и что большинство населения по мере возможности старалось помочь своим согражданам евреям. Одна немецкая газета Франкфурта Руншав задалась очевидным и давно назревшим вопросом. Почему столь многие, прекрасно знавшие о прошлом, например, генерального прокурора Германии, который, как выяснилось, был нацистом, пособником нацистов, все равно хранили молчание. И сама же дала на этот вопрос очевидный ответ, потому что они сами чувствовали себя преступниками. И вот эта тема, тема катастрофы и тема того, что не отдельные злодеи создали то, что произошло, а огромное количество пособников, каждый из которых продолжал работать на своем месте. Вот эта тема действительно, наверное, красной нитью проходит через работу Ара, где она показывает банальный зла и показывает, как мы с вами увидим, что даже сам Мэйхман по многому не был той мистифицированной фигурой злодея, какой, наверное, его представляли многие. И вот это на самом-то деле оказывается самым страшным. Вот здесь наверное таится корень проблемы. Наше новое понимание того, что такое добро и зло. Вещи, которые оказались нам за гранью зла, которые невозможны для обычных нормальных людей. Со здоровой психикой неожиданно оказываются возможны, как это происходит и почему. Мы к этой теме еще вернемся. Интересно, как вела себя защита на этом процессе. И вот, что пишет здесь Арендт, когда профессор Колумбийского университета Селла Барн, известный еврейский историк, давал показания касательно недавней истории восточноевропейского еврейства, доктор Сербациус, он был адвокатом, он защищал Айфмана, более не в силах противиться искушению и все же спросил, почему все эти несчастья выпали на долю еврейского народа, а также не думаете ли вы, что в основе судьбы этого народа лежат некие рациональные мотивы, недоступные человеческому пониманию. Но тут парадоксальным образом я хочу отметить, и это мы видим, кстати, в гораю Гитлера в книге Майнкамп, который был совершенно обсессивен в отношении того, что евреи играют какую-то совершенно уникальную мистическую роль в истории человечества. Парадоксальным образом понимал он это лучше, чем многие евреи сами это понимали. И, конечно, идея о том, что евреям уготована особая судьба, особая роль проходит красной митии через еврейскую традицию. Мы это видим, и многие неевреи это понимали, наблюдая за уникальным феноменом еврейской истории. В свое время Паскаль, знаменитый философ, когда спросил его король Луи о доказательстве бытия Божьего сказал всего лишь одно слово. Евреи, ваше величество, посмотрите на еврейскую историю, вы увидите в ней Бога. Но Арендт понимает этот аргумент защиты немного по-другому, и, наверное, она ближе к истине. С точки зрения защиты Эйхмана идея здесь состоит в том, что он лично невиновен, потому что такова высшая вора. Он лично ничего плохого, не важно, что он, как он себя вел и что он делал, это все было предначертано свыше. Арендт здесь пишет еще одну вещь. Аргумент защиты продемонстрировал опасную близость к новейшим антисемитским измышлениям о мудвецах Сиона. Мы знаем, что это идея о том, что евреи правят миром, управляют им, и поэтому даже зло, которое, казалось бы, направлено против евреев, от которого они больше всего пострадали, самими ими и было же создано. Вот это совершенно больная, на первый взгляд, идея. Она присутствует сегодня и в арабском мире. По сегодняшний день мы знаем, что египетская телевидение совсем недавно показывала сериал, основанный на вот этой давно уже опровергнутой фальшивке о сионских мудвецах, которые якобы правят миром. Но вот что здесь пишет Аргумент, что несколькими неделями ранее на полном серьезе это было сказано ну тогда, в 63-м году, видимо, заместителем министра странных дел Египта Хусейным Зонпекаром Сабри на заседании Египетской Национальной Ассамблеи. Вот что он сказал. Гитлер не виновен в уничтожении евреев, а сам стал жертвой сионистского заговора, подтолкнувшего его к совершению преступлений, которые только помогли евреям достичь своей цели. ведь смотрите. Израиль был создан сразу после катастрофы, евреи получается победили, они достигли своих целей. Такой совершенно паразитный поворот. Но нас он с вами не удивляет. Антисемитизм на протяжении истории действительно вел себя крайне рационально. И это отдельная тема, очень глубокая. Мы сейчас его касаться более подробно не будем. Высказывание доктора Сервациуса говорит здесь Аронт. Высказывание адвоката Айхмана отличается лишь тем, что на место мудрецов Сиона он поставил историю. Подобно высказывание побудило, как считает Аронт, сама трактовка процесса. И вот тут интересно, что действительно с точки зрения Израиля этот процесс был показательным. Важно было, чтобы народы мира обратили внимание на то, что произошло, и во многом это удалось. Важно было, чтобы евреи задумались о смысле происходившего, и резонанс этого процесса был, как мы знаем, очень большим и в Европе, и в Америке, и в том числе в самом Израиле. Но центральный вопрос так и не был поставлен. По крайней мере, согласно Хани Аронт, этот вопрос не был задан. В чем же собственно вина самого Эхмана и как он, Эхман, отвечает на этот вопрос? Эхмана обвиняли по 15 пунктам. Помимо всего прочего, он совершил преступления против еврейского народа, против человечества, ряд военных преступлений во время правления нацистского режима. судили на основании закона о нацистах и их пособниках, закона 50-го года, принятого в Израиле, и согласно этому закону совершение одного из этих преступлений подлежит смертной казни. На самом деле, вину свою в том, что происходило, Эхман не отрицал. Парадоксальным образом, парадоксальным образом, он при этом не считал себя виноватым. По крайней мере, это то, что пишет здесь Аронт. И во время долгих перекрестных допросов обвиняемого, как он сам говорил, самых длительных допросов в истории, очевидного вопроса о его вине ему не задал никто, ни защитник, ни прокурор, ни один из трех судей. Защитник Роберт Сервациус, его нанял Эхман, но за его услуги платило израильское правительство. Так было принято, следуя прецеденту, установленному еще нюрнбинским процессам, когда защитников оплачивал сам трибунал победителей. Защитник ответил на вопрос, заданный на пресс-конференции, что Эхман считает себя виновным перед Господом Богом, но не перед законом. Но, вот что интересно, сам обвиняемый такого мнения не придерживался. Подход Эхмана, как пишет Аронт, был совсем другим. Прежде всего, он не был согласен с обвинением в убийстве. Я не убивал евреев. Я не убил ни одного еврея, ни одного нееврея. Не убил ни одного человеческого существа. Я не отдавал приказа убить ни еврея, ни еврея. Я просто этого не делал. И, как он уточнил позже, так уж произошло, что мне ни разу не пришлось этого делать. При этом, не было сомнений в том, что доведись ему, получите этот приказ, пишет Аронт. Он, безусловно, его исполнил. Как он неоднократно повторял, если бы он получил приказ от партии убить собственного отца, он бы сделал это совершенно беспрекословно. И вот, что здесь пишет по этому поводу Аронт. Те, кто сегодня говорят Эхману, что он мог бы поступить иначе, просто не знают или забыли о том, как обстояли дела. Он не желал быть одним из тех, кто сейчас делает вид, будто всегда был против. при этом ревностно выполняя все, что им было велено. Времена изменились, и он неожиданно обрел иное видение. Что сделал на того, не воротишь, и он отнюдь не намеревался этого отрицать. Он не отрицал совершенных преступлений, при том, что сам лично, как он уверял, он не отдавал приказа, он знал, что он ответственный за все то, что происходило, он знал, безусловно, о миллионах погибших из-за него людей. Он лично присутствовал довольно много раз, как Аренд об этом пишет, при этом часто испытывая состояние крайнего неудобства происходившего. Он даже описывает в своем дневнике, что, когда ему довелось увидеть новое изобретение в Хелмна, где начали загружать людей в машины и душить их газом изнутри, и он увидел эти трупы, ему стало плохо, он не мог на это смотреть. Выясняется неожиданно, что Эйхман, вообще не будучи человеком, когда-то лично принимавшим участие в убийствах, он был даже не готов на это смотреть. Смотрите, какой прекрасно душный вырисовывается перед нами человек, но никакого раскаяния он также не испытывает. Он ни о чем не сожалеет, он сказал на процессе о том, что раскаяние это удел малолетних детей. И интересно, что адвокат пытался убедить его сменить свою позицию, но пишет Арнтон, этого не отказывается сделать. Во время дискуссии по поводу сделанных Гиммлером в 44-м году предложение обменять миллион евреев на 10 тысяч грузовиков и его роли в этом прожекте Эхмана спросили обвиняемых. В переговорах с вашим руководством выражали ли вы сочувствие к евреям? Говорили, что существует возможность им помочь? Он ответил, я поклялся и должен говорить правду. Я предложил этот обмен отнюдь не из жалобности. Ну, как пишет Арнт, на самом деле обмен, конечно, не был предложен даже Эхманом, но мы видим, что он ничуть не сожалеет о том, что произошло даже на процессе. И вот что интересно, при этом он не считает себя ублюдком, он не считает себя подонком. Что касается совести, он прекрасно помнил, говорит Арн, что он поступал бы вопреки своей совести как раз в тех случаях, если бы не выполнял приказов того, что было приказано выполнить. С максимальным усердием отправить миллионы мужчин, женщин и детей на смерть. И вот этот пункт, его заявление как раз абсолютно был непонятен людям, он не поддавался простому человеческому пониманию. Полдюжины психиатров признали этого человека вменяемым. Один из них сказал намного более нормальный, чем я, после того, как я пообщался с ним. То есть, психиатр после общения с Эхманом остался с чувством глубокой травмы от общения с этим, казалось бы, космических масштабов злодеем, который выглядел вполне нормальным адекватным человеком. Он выдержал все эти освидетельствования и его психологический склад нашли в целом, его отношения к жене, к детям, к матери, к отцу, к братьям не просто нормально, а хорошо бы все так к ним относились. Вы понимаете, мы с вами говорим здесь о том, что это абсолютно адекватный человек, который вот так просто совершает зло космического масштаба и он вроде как даже не является каким-то особым злодеем. Это именно является главным тезисом Ханны Ааронс в своей книге «Банальность, банальность зла». Таких и фанатичным антисемитом или приверженцем какой-то доктрины. Лично против евреев он даже ничего не имел. И он даже много раз на процессе упоминает о том, что вот были люди, которые действительно им владел такой звериный антисемитизм. Он приводит примеры вроде Ласло Эндре, статс-секретаря по политическим еврейским вопросам Министерства и Дородел в Венгрии, который был повешен в Будапеште в 1946 году. Лично у Эхмана ничего этого не было. Проследить за его жизнью и понять анатомию психологии человека, который совершил такое колоссальное зло. Наверное, вот мотивы поиска Ханны Ааронс и она очень подробно эту тему исследует. И вот что она пишет об отношении Эхмана к крушению, краху Рейха, Рейха, которому он посвятил годы своей жизни. Вот что пишет, вот что говорит сам Эхман на процессе. Я чувствовал, что мне предстоит трудная жизнь, жизнь человека, у которого нет вождя. Мне больше ни от кого будет получать указания. Больше мне не будут отдаваться приказы и команды. Больше не будет четких подписаний, с которыми я мог бы сверяться. Короче, передо мной лежала совершенно неизвестная и непонятная мне жизнь. Вы слышите? это человек хотел жить, исполняя приказы. Ему было удобно и просто, когда жизнь регламентирована и когда каждое действие происходит согласно немецкому орденгу, немецкому порядку. Как Эхман вступил в СС? Выясняется, что партия вступила не по убеждению, а просто на тот момент в СС вступали многие. Как он сказал во время процесса, его скорее втянуло в партию, вопреки всем желаниям и абсолютно бессознательно. Он даже никогда не читал Майн Камп. Просто Кальтербрун рассказал, почему бы тебе не вступить в СС? И он ответил, действительно, почему не вступить? И без раздумий вступил. Вот как-то так. Самое поразительное, что еще в Аргентине один из бывших нацистов провел с ним интервью, и Эхман совершенно открыто, не скрываясь, не стесняясь, рассказал ему о том, что происходило. И вот эта готовность, с которой он сначала в Аргентине, а потом в Барусалиме признавался о своих преступлениях, была рождена не столько стоственной всем преступникам склонностью к самообману, сколько духом лицемерия, который не просто пропитывал, но составлял всю атмосферу третьего рынка. Вот здесь мы подходим к очень важной теме. Вот эта общественная среда, которая была создана, которая, по сути, привела к тому, что миллионы абсолютно благополучных, благонадежных бюргеров, людей, которые в своей обычной повседневной жизни вполне достойные люди оказались соучастниками колоссального зла, оказались, по сути, своим мерзавцами, хотя при этом мерзавцами себя не считали. Вот, возможно, колоссальная трагедия того, что произошло. И, конечно, это заставляет нас задуматься о том, что происходит у нас с вами сегодня. Ведь, если мы думаем, что зло это было совершено какими-то единицами, людьми, которые были действительно негодяями, людьми, которые были какими-то патологическими злодеями, мы можем спокойно спать по ночам и не думать о том, что это когда-то повторится. Но, смотрите, какая страшная вещь, как общество влияет на людей. Ааронт утверждает в этой книге, что нацистский рейх был пропитан идеологией, в которой каждый становился солдатом. И частью вот этого процесса, винтиком в этой огромной системе, в огромной машине, и большинство из этих людей охотно на это пошло. Ведь участие в этом огромном деле давало им какое-то ощущение причастности к чему-то большому. А как же вопросы морали, этики, спросите вы? Выясняется, что, видимо, эта часть человеческой природы очень легко совершать то, что делают многие другие, не задумываясь. Но здесь мы подходим к самой сложной неприятной теме. Сотрудничество евреев с нацистами. И мы, наверное, должны этой темы коснуться. Арнт пишет здесь по многому крамольные мысли, которые по сегодняшний день, наверное, многим будет очень тяжело читать. За это от Арнт отвернулось большинство еврейской интеллигенции того времени, и многие не принимают ее позицию по сегодняшний день. Для евреев роль еврейских лидеров в уничтожении их собственного народа несомненно стала самой мрачной страницей в обествово мрачной истории, пишет Арнт. Что касается сотрудничества, не было никакой разницы между широко ассимилированными еврейскими общинами Центральной и Западной Европы и говорящими наилиш еврейскими массами Восточной. И в Амстердаме, и в Варшаве, и в Будапеште на еврейских функционеров можно было положиться во всем. Составление списков людей и их собственности, собирание из депортированных средств, призванных возместить расходы на депортацию, составление перечня опустевших квартир, предоставление полиции сил для отлова евреев и последующей посадки их поезда в качестве заключительного акта передачи всех средств и собственности самой общинной администрации для окончательной конфискации. Вот что пишет здесь Аарон. Они распределяли нашивки и значки желтыми звездами. В Варшаве торговля нарукавными повязками стала обычным делом. Были нарукавные повязки из обычной ткани, стильные повязки из пластика, которую можно было мыть, в манифестах, которые они издавали, вдохновенных, но не продиктованных нацистами. Мы все еще можем ощутить опьянение доставшейся им власти. Центральному еврейскому совету было гарантировано полное право на распределение между всем еврейским населением всех духовных и материальных богатств. Таким было первое обращение составленным Будапештским советом. Мы знаем, пишет Аарон, как чувствовали себя еврейские официальные лица, когда они превратились в инструмент убийств. И вот это, наверное, тоже очень страшно. Как капитаны, чьим судам грозила неминуемая гибель, но которые все же смогли привести их спокойной гавани. За счет того, что выбросили за борт часть своего драгоценного груза. Как спасателей, которые за счет сотен жертв спасли тысячи, за счет тысяч, десятки тысяч. И вы знаете, я не могу повернуть обвиняющего перста в адрес людей, которых история поставила на это очень сложное место. Стать во главе недонратов, стать, по сути, соучастниками массовых убийств. И здесь Аарон приводит примеры довольно широко известные. Мы видим эти истории в музее Ягбашем, где я проводил экскурсии. И я часто рассказываю людям о двух этих контрастных примерах, о двух юденратах, о главе юденрата Лодзе, Хайме Румковском, которого прозвали Хайм Первый, который выпускал даже денежные знаки со своей подписью, почтовой марки со своим портретом, изъезжал в конном экипаже, и который, когда стало необходимо отправлять евреев на смерть, пытался, конечно, как-то это ограничить, но в итоге обратился к евреям с пламенной речью, когда он сказал, еврейский закон требует от нас, если мы в состоянии спасти организм, отделить ту часть органа, которая воспалена для того, чтобы спасти все то, что еще можно спасти. С этой речью он обратился к своим евреям Лодзе и сказал, дайте мне детей, дайте мне детей, дайте мне стариков. Это то, чего требовали от него немцы. Был этот человек подонком? Был этот человек мерзавцем? Или он просто пытался в этой ситуации действительно как-то верить в то, что он делает что-то хорошее? Очень непростой вопрос. С другой стороны, у нас есть пример, противоположный пример Адама Чернякова, который был главой Варшавского ютонарката, который не был раввином. Вообще был неверующий человек, говорил по-польски и до войны служил инженером, но он очень хорошо помнил заветы Сталмуда. Пусть лучше бьют тебя, но не переступай черты. Ты не можешь спасти свою жизнь ценой других. И он, когда стал перед очень непростым вопросом, что ему делать, от него требовали цифры, от него требовали депортации, и он знал, что будет с этими евреями. Как только он об этом узнал, он наложил на себя руки, он сам покончил жизнь самоубийством. Очень непростой выбор, перед этими людьми. И я не думаю, что вы вправе обвинять их, но мы безусловно должны понять произошедшее и задать себе вопрос, а как бы мы поступили в этой ситуации? Задать этот вопрос себе честно. И вот тут после Песоха снова всплывает эта тема внутреннего рабства. И наверное здесь в контексте того, о чем говорит Аренд снова этот вопрос можно задать. Ведь Аренд пишет, что были те, которые внутри еврейской общины совершенно выступали не против определенных привилегий. Против разделения на категории не возражали сами немецкие евреи. И вот это приятие привилегий немецкие евреи, они выше евреи польских, ветераны войны выше соответственно тех, кто не имеет наград, обычных евреев и так далее, и так далее. По сути Аренд говорит, вот это и стало началом морального коллапска еврейского общества. Конечно, нацисты никогда не принимали эти различия всерьез. Для них любой еврей был еврей, но разделение на категории как бы играло определенную роль и создавало некую иллюзию цивильности и в том числе оправдывало происходящее в глазах всех. Ведь существует определенный закон, определенный порядок. в каком-то смысле это помогало также притупить некое чувство неловкости среди немцев. Депортировали только польских евреев, они вообще какие-то студен, или только тех, кто уклонялся от воинской службы и так далее. И вот здесь самое страшное. О том, как еврейские жертвы сами принимали стандарты окончательного решения, яствуют из доклада Кастнера. Но дело Кастнера это отдельная история. Кастнера, как мы знаем, судили, в итоге он был убит в Израиле, и его обвинили в том, что он вступил в сделку с самим дьяволом. Но Кастнер себя не считал мерзавцем, Кастнер считал себя человеком, который смог спасти ценой гибели миллионов, ценой гибели всех остальных венгерских евреев он смог спасти горстку на знаменитом поезде Кастнера, даже после войны он продолжал гордиться своей ролью в спасении видных евреев. Это официальное название категории, которую ввели нацисты в 1942 году. Он нигде об этом прямо не говорит, но очевидно, что с его точки зрения известные евреи, раввины, большие деятели культуры имели больше прав на жизнь, чем евреи обычные. Он пишет о том, что для того, чтобы взять на себя такую ответственность, так он это назвал, взять на себя такую ответственность, то есть помогать нацистам в этой селекции, людей известных, это анонимная масса, а это была обязанность Кастнера, требовалось больше мужества, чем когда приходилось смотреть в лицо смерти. Вы понимаете, о чем здесь идет речь? Страшные вещи. Вот может быть, это и есть то самое внутреннее рабство, от которого мы с вами все еще пытаемся освободиться. А что сегодня происходит? Понятие видный еврей говорит Арнт Германия не забыла. Хотя о ветеранах и прочих предговорогруппах не вспоминают, судьба видных евреев находится в центре внимания. Многие, особенно представители культурной элиты, по-прежнему выражают сожаление, что, например, Германия заставила Эйнштейна уехать паковать чемоданы, совершенно при этом не осознавая, что куда большим преступлением было убийство какого-нибудь простого маленького Ганса Кона из вот того дома за углом, о котором никто даже не вспомнит. Сам Эйхман описывая окончательное решение еврейского вопроса, пишет страшную вещь. Это к вопросу морали и совести. Он пишет, что в английской конференции, когда в 42-м году окончательно решили уничтожить евреев, он не встретил ни одного голоса протеста. В этой конференции принимали участие не только люди идеологические нацисты, не только люди СС. Там было огромное количество тех людей, которые потом продолжали работать в немецком правительстве. То есть, это были коллаборационисты, не идеологические нацисты, не люди, которые поддержали Рейх в самом начале, а люди, которые просто делали свою работу. Они не сказали нет. Не прозвучало ни одного голоса протеста. И пишет Эйхман, в этот момент я почувствовал то, что чувствовал Понтипилат. Я был свободен от вины. Вот это общество, в котором он жил, которое допустило произошедшее, которое фасилитировало все это, оно освободило его от чувства вины. Ну, кто он такой, в конце концов, чтобы быть честнее и святее других? Кто он такой, чтобы иметь собственное мнение? Это общество рабов. Каждый всего лишь исполняет приказы. И вот это, наверное, самое страшное. Ну и заключая эту мысль, говорит здесь Ааронт, что шли годы, и Эйхман чувствовал себя этим эдаким Понтипилатом, а потом даже и этого уже не нужно было. Просто так обстояли дела. Такой был новый закон страны, основанный на приказе фюрера. И получается, что он был заказопослушным гражданином, который исполнял приказы своей страны и следовал закон. Как он постоянно твердил во время следствия и в суде, он исполнял свой долг. Слушайтесь в этом. Долг. То есть считал себя человеком добровопорядочным до последнего момента. Ведь он подчинялся не только приказам, он подчинялся законам. И закончить мне хотелось все-таки некоторыми хорошими примерами противоположного. Ааронт приводит несколько примеров того, как нашлись те страны, как мы знаем, где этот фокус не прошел. Пример Дании, которая героически спасла своих евреев. Но что интересно, несколько фактов о том, как датские евреи были спасены. Во-первых, сами датчане оплатили транспортировку около 100 долларов на человека, немаленькая сумма на тот момент. Оплатили главным образом богатые датские горожане, то есть не евреи, и это был самый удивительный подвиг, пишет Ааронт. Вещь удивительная, ведь на тот момент евреи должны были откупаться колоссальными деньгами, чтобы взятые к местным властям и так далее, чтобы вообще говоря их спасли, приютили. Здесь противоположная ситуация, и поэтому в Дании спаслись все, включая самых бедных. Это просто было оплачено самими датчанами. Но что самое интересное влияние на политику немцев, политическом и психологическом смысле, самым интересным нюансом того, что произошло в Дании, было ту роль, которую играли германские власти в Дании, и, как пишет Ааронт, их откровенный саботаж приказов из Берлина. Вы понимаете, общественный фон, где вот это зло не стало нормой, где общество не допустило того, чтобы зло стало нормой, повлиял на немцев. Это единственный известный нам случай, когда нацисты столкнулись с открытым сопротивлением местных жителей, результат которого привело к тому, что их собственные взгляды претерпели некоторые изменения. Они, возможно, оставались лояльны Гитлеру, но они уже не могли совершать то зло. Общественная атмосфера им просто этого бы не позволила. И они открыто саботировали приказы. Они столкнулись с сопротивлением, в основе которого лежал принцип, и их жестокость растаяла как масло на солнце. Вот это, мне кажется, очень важным выводом для понимания того, в каком мире мы с вами живем сегодня. Она также приводит пример других стран, Италии, Болгарии, где, как мы знаем, тоже, при том, что обе эти страны были странами-союзниками немцев, где по-разному, немножко по-другому, как мы отнеслись итальянцы, со свойственным таким некоторым пофигизмом, они просто говорили да-да-да, и при этом ничего не делали, открыто саботировали при этом приказы нацистов, она здесь приводит некий такой элемент насмешки, который присутствовал даже в самых ответственных действиях итальянцев. И когда Муссолини принимает под давлением немцев антиеврейские законы, он оговаривает всевозможные исключения. Ветераны войны, евреи, награжденные высшими орденами и медалями, это вполне было нормальным, но дальше он добавляет еще одну путь в год. бывших членов фашистской партии наряду с их родителями, дедушками и бабушками, женами, детьми и внуками. А фашистская партия на тот момент, это как коммунисты в Советском Союзе, в Италии, почти все, в том числе огромное количество евреев, как-то были связаны с фашистской партией. То есть, по сути, де-факто результат должно быть привело к тому, что подавляющее большинство итальянских евреев стали исключением. Италия была одной из немногих стран Европы, где все антисемитские мероприятия считались решительно непопулярными. Народ это не поддержал. Народ это не поддержал, правительство это саботировало. И немцы в этой ситуации, даже когда они уже находились в Италии, когда они оккупировали Италию, какое-то количество евреев им правда удалось в итоге сослать в конслагеря, но большинство итальянских евреев оказались не менее интересные и непонятные на самом деле, потому как репорт 43-го года, рапорт министру иностранных дел, германского посла Софии, ситуация безнадежная, так как болгары слишком долго жили бок о бок с греками и цыганами, чтобы понять еврейскую проблему, ничего не объясняет. Вокруг другие балканские народы такая же смесь, и при этом нет такой любви к евреям, как у болгар, нет желания евреев защищать. Мы, может быть, не понимаем, почему так произошло в Болгарии и совсем по-другому, например, в Хорватии, но мы точно знаем, что вот этот общественный фон, общественное настроение, вот это желание людей, каждого из нас, каждого из наших простых людей, желание людей оставаться человеком и не изменять своей совести, это то, что породило определенный морально-этический климат, который не позволил нацистам прямо на фоне всех тех жестокостей и всего того, что происходило в те же самые годы, не позволил им сделать того же самого оккупированной ими Дании, не позволил сделать им этого же самого в их союзнических же странах в Италии и Болгарии. И вот это, друзья, наверное, то, что должно вселять нас надежды. Ну, а закончить мне хотелось, наверное, тем, что многие из вопросов останутся неотвеченными, но мне кажется, ценность вопроса велика. Как в пасхальной годе, когда нас призывают к тому, чтобы мы задавали вопросы, чтобы мы думали. Я думаю, что книга Аренд, книга, которая заставляет задуматься нас, тоже задает очень сложные вопросы каждому из нас сегодня. И мне хочется всем нам пожелать, мы живем в очень непростое время, нас окружает довольно-таки страшный мир, в котором мы боремся с невидимым врагом, с этим вирусом, и мы не знаем, сколько это продолжится. Мне хочется пожелать всем сил, мужества, и самое главное, хочется пожелать, чтобы мы с вами оставались людьми в лучшем смысле этого слова, и чтобы мы думали. И я надеюсь, что мы сможем так или иначе выучить уроки прошлого, и, может быть, действительно, когда-нибудь этот лозунг никогда больше по-настоящему станет реальностью. Ибо сегодня мы все еще живем в очень-очень непростом мире, где лично у меня нет никакой гарантии того, что люди, окружающие нас с вами сегодня, да и каждый из нас по-настоящему могут сказать о себе. Я никогда бы не сделал такого. Честно говоря, у меня нет этой гарантии, этой уверенности. Мне очень хочется надеяться на то, что те свечи, которые мы с вами зажигаем в день катастрофы, та память, которую мы с вами храним, те вопросы, которые мы с вами задаем, позволят нам стать лучше, позволят нам стать человечнее, лучшими людьми и лучшими евреями. Спасибо всем за внимание. Если у вас есть вопросы, я буду рад на них ответить. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok